Привет! Как вы уже догадались, это видео о продолжении темы о промывке радиаторов печки. Если вы уже смотрели тот видео, который я снял, прошло уже почти год, как я тогда промывал радиатор. И не хочется, но все-таки я должен вас огорчить. Исходя из моего опыта, стопроцентная гарантия на хорошую промывку радиатора не существует. Это зависит от того, на каком уровне, с какой степени ваш радиатор засорен. Очень часто бывает так, что мы начинаем думать о промывке или замене радиатора, когда она уже не греет. И вот тут наша основная ошибка. Вот посмотрите, что показывает скрытье и как засорен этот радиатор. Да, можно оживить и после промывки ваша печка будет крыть лучше. Но когда радиатор находится в таком состоянии, ее невозможно уже промыть так, чтобы все отверстия освободились от заложенного, сотвердившего грязи. И стопроцентное улучшение вы все равно не получите. Поэтому, моя самая главная рекомендация. Пока ваша печка не перестала крыть, начните промывать ее, потому что потом с большой вероятностью будет поздно. Если возраст вашей машины перешагнуло 7-8 лет, не тяните время и будет хорошо, если через каждый год будете промывать хотя бы вот таким простым методом, чтобы не позволить дойти вот до такого состояния. В некоторых автомобилях внутри печки есть заслонки, которые регулируют поток воздуха отдельно на водительскую сторону и отдельно на сторону пассажира. Если у вас такой автомобиль, у вас в салоне налево и направо будет тут воздух похолоднее. Почему с пассажирской или с водительской стороны дует холодный воздух, это еще другая тема. И тут может быть еще несколько причин. И я обязательно сделаю об этом видео. Я купил здесь еще вот другой проверенный радиатор и пусть она валяется в гараже. Кстати, проверить ее можно таким образом. Запускаем в нем по кругу кипяченую воду и проверяем каждый уголок на температуру вот таким термометром. Разница температуры в каждом уголке радиатора должна быть минимальной. Если другого выхода не будет, я потом поменяю радиатор. Счастью, на моем машине она снимается легко, а на некоторых машинах нужно разобрать весь торпеду, чтобы заменить. Наступает зима, нашел время и вот я таким простым методом сейчас еще раз промываю радиатор. Буду менять также трубки. С одной из них течет антифриз. Я сейчас буду использовать простую белизну. Солью туда и оставлю на 6 часов. Потом промываю с поточной водой. Потом залью лимонную кислоту и еще раз оставлю на 6 часов. Думаю, после этого тепло в салоне улучится. Конечно лучше, если потом будем промываться вот таким горячим методом с помощью помпы. И будет хорошо, если в растворы добавим вот такую измельченную милю. Проверено и действует хорошо. Вот тут видно результаты промывки. Оказывается, в радиаторе есть мелький СК-образный грязь и отложенности от накипа. Вот видно, что накипь даже в расширительном бачке образуется. И неудивительно, что ее полный в радиаторе. Так что, друзья, не ленитесь и начинайте промывать ваш радиатор печки, пока она перестанет скрыть. Потом будет поздно. Что-то неудивительно. Все. 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 Все.